Казахстан 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 МВД подготовила, наконец, пресс-релиз, в котором сообщила о пяти погибших, в том числе троих полицейских. На первых видеокадрах, с места ЧП, которые появились на Ютьюбе, видно тело одного из убитых сотрудников правопорядка. Молчание официальных ведомств подогревало панику в самом городе, а также в интернете. Твиттер под хэштегом «Тарас» буквально взрывался от сообщений. Очевидцы рассказывали, что для усиления правопорядков «Тарас» стянуты силы из ближайших областей, в том числе из Алматы. Как рассказал нам пресс-секретарь регистрируемой партии «Алга» в регионе Андрей Сивко, обстановка в городе крайне напряжена. Ну вообще, знаете, у нас сейчас очень много слухов в «Тарасе». Именно последний слух идет, что из гранатомета был выстрел в КНБ. Ну мы никак не можем подсидеть, я просто нахожусь в другом районе. А то, что два официального взрыва было, это я могу официально заявить, потому что есть свидетели. Первый взрыв был по улице Кобильдей, возле центрального гастронома. А очевидцы говорят, что террорист хотел сначала взорвать себя в центральном гастрономе, но увидев сотрудника полиции, в общем, он начал от него убегать. И в тот момент, когда он от него убегал, венития его начала догонять. Он привел в действие, в общем, взрывную машину, погиб именно сам смертник и сотрудник полиции. Есть еще официально подтверждено, что был взрыв по улице Абая, возле ОП-3, опорного пункта номер 3. Там погибли сотрудники полиции, как точно видели, трупы люди. Но сколько людей погибло, точно неизвестно. По неофициальным данным, говорят, уже более 9 человек погибло. Делетолеты в небе, и плюс, по моим сведениям, были отозваны сотрудники правоохранительных органов в других городах, в том числе из Форматы. Идет дополнительное усиление, посылают дополнительные батальоны, весь город кипит. Дело в том, что я живу рядом с областной информатурой. Сейчас, в данный момент, там дежурят автоматчики ухода. Все сказки в бронежилетах. До этого не было до тректора. То есть я каждый день мимо проезжаю, там никогда охрана даже не видна была. Причем теперь происходит массовый обыск машин. Все сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах постоянно машинные мигалки. В общем, многие части города отцеплены. Людям попросили, которые живут в центре больших супермаркетов, будут закрыты. Базар попросили разойтись. Также в экстренном порядке люди забирают детей со школ. Ну, можно сказать, что настроение ближе к памяти. Лишь в шесть вечера был созван экстренный брифинг для журналистов в Генеральной прокуратуре в Астане. Там сообщили, что в результате вооруженного нападения одного из последователей джихадизма в Таразе погибли семь человек, в том числе пять полицейских. По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство и терроризм», сообщил заместитель генерального прокурора страны Нурмухамбед Исаев. Сам преступник, некто Кориев, 77-го года рождения, при задержании совершил самоподрыв. Как сообщили в надзорном ведомстве сначала, 34-летний мужчина убил двух сотрудников комитета нацбезопасности, которые вели за ним наружное наблюдение. После он же совершает разбойное нападение на владельца автомашины и, угрожая оружием, завладевает ею. Чуть позже Кориев совершает другое вооруженное нападение уже на оружейный магазин. Убив охранника и смертельно ранив случайного посетителя, он завладевает оружием и боеприпасами. Позже Кориев совершает убийство еще двух сотрудников спецотдела полиции. Ближе к обеду, уже с захваченного в магазине оружия, преступник производит выстрелы из гранатомета и несколько выстрелов из автоматического оружия по зданию ДКНБ региона, а после осуществляет самоподрыв. Скрываясь с места совершения преступления, Кориев в 12 часов 45 минут ранил двух сотрудников конного полицейского патруля. Около 13 часов дня преступник был ранен сотрудниками полиции и задержан сотрудниками отдельного батальона дорожной полиции. При попытке его обезвреживания Кориев совершил самоподрыв, в результате чего задержавший его командир взвода, капитан полиции Байтасов погиб на месте. Вслед за брифингом генерального прокурора в Астане экстренно были собраны алматинские журналисты. Свои наставления, как писать материалы о тарасских взрывах, дал лично министр связи информации Аскар Жумагалеев. Примечательно, что приглашение на мероприятие было разослано за полчаса до его начала. Однако, ответить на вопросы, почему трагедия произошла в 9 утра, первые официальные разъяснения были даны только к вечеру, и почему ни один госканал не вышел в прямом эфире, чтобы успокоить граждан, министр не смог. Он просто ретировался к выходу. Надеюсь, что мой призыв будет для вас понятен, чтобы вы понимали вашу глубокую и большую ответственность перед мыслей. Вам всего хорошего. Всех благ. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... В связи с перестрелкой и терактом в Таразии соседний Кыргызстан готов усилить меры безопасности на границе. Как сообщили Интерфаксу, председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызии Кенежбек Душибаев и председатель пограничных войск Кыргызстана Закир Теленов, в случае, если ситуация в ближайшее время в Таразии не будет урегулирована, мы усилим меры безопасности, в том числе и охраны границ. Глава ГКНБ Кыргызстана отметил, что события, которые происходят в последнее время в обеих странах, показывают, что от проявлений терроризма и экстремизма никто не застрахован. Главный кыргызский чекист пообещал, что в ближайшие дни спецслужбы обнародуют новые факты деятельности экстремистов в Кыргызстане. Именно сегодня в интернете появилось самое первое видеообращение группировки исламистов «Джунталь Халифат» от 21 октября. Видео, которое ранее было блокировано на сайте YouTube, стало доступным. Напомню, в своем послании правительству Казахстана солдаты Халифата озвучивают угрозы в адрес республики и требуют отменить принятый закон религии. Исламисты взяли на себя ответственность за теракты в Итарау и уже после заявили о том, что это было предупреждением и если на их требования не отреагируют, они продолжат проливать кровь. Продолжение следует... За эту ошибку. И требуем, чтобы вы дали полную свободу мусульманам исповедовать свою религию. Если же вы не пойдете к нам навстречу, мы будем вынуждены принять соответствующие меры. И знаете, эта политика, которую вы сейчас хотите вести, такая же политика была и в Тунисе, и в Ливии, и в Мысре. Но как вы сейчас видите, от этих стран ничего не осталось. Теракт в Таразе уже второй в Казахстане за две недели и четвертый в этом году. 31 октября, по данным официальных ведомств, смертник Буржан Султангалей взорвал себя в городе Итарау. Кроме него тогда никто не погиб и не пострадал. Еще один взрыв прогремел в мусорном баке неподалеку от областной администрации. 9 ноября генпрокуратура отрапортовала раскрытие этих терактов, назвав имена заказчиков и задержанных исполнителей, признав, что за терактами стоит именно Джунталь-Халифат. В надзорном органе сообщили, что в числе исламистов группировки трое граждан Казахстана. Идею джихада они вынашивали с 2009 года. К слову, ряд экспертов сходятся во мнении, что солдат-халифата не существует, а взрывы – это происки спецслужб страны. Следствием установлено, что данная террористическая группа сформировалась в 2009 году под воздействием джихадистских идей, в том числе погибшего на Северном Кавказе известного экстремистского проповедника Саида Бурятского. Члены группы вынашивали намерения по выезду на джихад за границу. В правдоподобности взрывов в Атырау, Актубе и Астане сомневались ряд экспертов. Известный журналист Сергей Дуванов сделал вывод, что это всего лишь инсценировка терактов. Свои аргументы журналист изложил в статье, которая была опубликована в газете «Республика». По мнению автора, казахстанский режим напуган финалом режима Каддафи. Настолько, что готов разыграть терроризм по-казахски. Такого же мнения придерживается глава Союза мусульман Казахстана Мурат Телебеков. Он объясняет, в Казахстане еще не так сильны религиозные настроения, чтобы они вливались в террористические акты. Мнимой угроза нужна государственному аппарату для борьбы с неугодными и отмывания денег. Эта страна, на мой взгляд, может быть объяснена тем, что данные акции планировались спецслужбами для того, чтобы нагнать страху на обывателей в преддверии выборов. Это достаточно традиционный прием, который применяют автократии во всем мире. Похожая ситуация, на мой взгляд, происходит и в Казахстане. Первой пугалкой был национализм, конкретно письмо националистов, которые требовали запрета русского языка в государственной жизни Казахстана. Второй являются вот эти два взрыва, которые признаны, на мой взгляд, напугать казахстанского обывателя и на выборах проголосовать за правящую партию. Под терроризм можно списывать огромные деньги, под угрозу терроризма можно создавать ненужные ведомства. Терроризм можно оправдывать, на них можно списывать подавление убийства, террор политических оппонентов, независимых журналистов. Используя угрозу терроризма, создавая вот таких мифических врагов, можно консолидировать общество. В том, что теракт в Атырау – дело рук администрации президента, заявлял политико-бизнесмен Мухтар Аблязов. Он уверен, что взрывы были организованы спецслужбой по согласованию лично с президентом страны Назарбаевым. В интервью нашему телеканалу Аблязов проанализировал ситуацию с ранее никому неизвестным исламистами Джунталь-Халифат, которые появились непосредственно перед событиями в Атырау, а также привел факты ранее спланированных спецопераций. Он связывает все это с руководителем администрации президента. Аслан Мусин долгое время был главой сначала Атыраусской, потом Актюбинской областей и был связан с криминальными структурами, говорит Аблязов. Аким Атыраусский область – это ставленник Аслана Мусина, и у него репутация именно такого, что он работает активно, сотрудничает с криминальными структурами. Репутация у него в Казахстане в этом смысле достаточно широко известная. Известно, что сам Мусин, он так называемый ястреб, который склонен именно к силовым приемам. И поэтому, если в Атырау, в Актюбинске такого рода акции происходят, ясно, что он в этом принимал активное участие. И эти способы борьбы, получения своего дополнительного влияния с этими связаны. Вот это все – это дело рук администрации президента, потом согласовано с президентом и совместно со спецслужбами, такие как Комитет Астанобезопасности. Самоубийство известного политика Заманбека Нуркадилова. Этой версии уже 6 лет. За все это время общественникам так и не удалось ее опровергнуть и довести до конца собственное расследование и доказать, что человек не может выстрелить трижды, один раз в голову сам себе. Сегодня, по традиции, соратники и друзья Нуркадилова собрались на кладбище Кинсай-2 прочитать молитву и отдать дань памяти. Однако пришли не все из приглашенных. Не было на мероприятии вдовы политика, певицы Макпал Жунусовой, сопредседателя УСДП Азаджир Махана Туэдбай Булата Билова. По телефону они пояснили, что не пришли по семейным обстоятельствам. Есть такое выражение «большое видится на расстоянии». Чем больше времени проходит, тем больше приходит понимание того, насколько это была значительная фигура в истории Казахстана в целом и в истории демократического движения Казахстана. Заманвек Колобаевич умел оппонировать действующие власти аргументированно, жестко. Как ни печально, уже, оказывается, сегодня шесть лет прошло. Чем больше года, тем острее ощущаешь его нехватку, что он в данное время был очень нужен для народа Казахстана. Ну, если из Амамбека сказать, например, вот микрорайон Думан, сегодня весь поселок должен, микрорайон здесь должен был быть на ее поминках. Потому что он для них делал этот микрорайон Думан. Не один, два, три Думана сделал. Он покойный для них всю душу отдал. В Твиттере сегодня в 23.59 по времени Астаны объявили минуту молчания по погибшим в Таразе. Телеканал КПлюс переносит свои соболезнования родственникам погибших. Пока это все. Мы следим за событиями в Казахстане. Субтитры создавал DimaTorzok